Мы разрабатываем политику безопасности, то есть, я обычно привожу такой пример, я вот стою здесь, я в безопасности? Вот, все относительно, да, чтобы я был полностью в безопасности, мне, наверное, а, нужно одеть бронежилет, б, на меня кто-то может плюнуть, я могу от этого умереть, гипотетически, да, мне нужно было бы одеть бронежилет, скафандры, стоять тут не двигаться, да, но это неудобно, вот, вообще не надо бы приходить, сто процентов, я тоже об этом думал с утра, вот, но смысл в том, что полная безопасность, это неудобно, поэтому нужно грамотно составить политику безопасности при определенном виде деятельности, если вы тут торгуете чем-то, да, наверное, трейдеры пришли послушать про безопасность, вам, наверное, страшно, что у вас что-то стырят, да, крипту, и вы в Украине никуда не сможете пойти, заявление никуда вы не можете написать, потому что крипта это не деньги, а то, что у вас совершат, это не ограбление вообще, это не похищение, потому что биткоин это не актив, эфир это тоже не актив, вот, ну, собственно, мы учитываем эти риски, и работаем в каждой сфере отдельно. О, тут прям шрифты поплыли. Ну ладно. Пример фишинга. Фишинга, как вымогают у людей деньги. Вот мы рассказываем обычно на примере тех людей, кто нам об этом разрешил. Уже рассказывал на примере Рэмми, поэтому буду говорить. Вот они запустили свой стартапчик, свою ICO-шку и собрали 19 миллионов долларов. Кто слышал вообще об этом? Отлично. Очень крутые ребята. У них закрылся хардкап за 24 часа, но за эти 24 часа у них было, мы точно не разрушаем, от 2 до 30 фейковых доменов. Это вот как бы в среднем на ICO. Мы их банили, блокировали по-разному. Fake airdrop проводили компанию. В Телеграме люди распространяли огромное количество информации. В чате были админы с такими же аватарками, как у их админов. Мы с этим всем боролись, но, как я сказал вначале, мне очень нравится проводить вот эти вот расследования, вычислять этих людей и потом еще использовать эту информацию против них фактически или там в своих каких-то целях. Это всегда очень интересно. Я расскажу потом, как мы это сделали. От 1 до 17 поддельных контактов мы нашли. Ну и, собственно, они собирали информацию о потенциальных подписчиках Remy путем вот этих фейковых airdrop-компаний. Там зарегистрируйтесь, введите ваш email, а вам потом уже на email доезжает якобы письмо от Remy или от любого другого ICO. Такое письмо и информацию о, наверное, всех сотрудников любого сайта можно собрать при помощи определенных тоже утилит. То есть собрать утилиты все компании можно при помощи вот emailhunter.co. Вставляешь там, вот у нас вот IPAM Россия. Вот, мы вставили сайт, и нам предоставляют сразу email всех людей. Дальше мы делаем рассылочку, говорим, смотри, какой интересный документ. Вот тут у тебя будет 100-500 миллионов долларов, то как только ты его откроешь, да, люди открывают, ну дальше все понятно, да. Также большинство людей не меняет пароли от почты. Вот сколько у вас паролей? У кого больше 10 паролей, которые он держит в голове? Поднимите руку. У кого больше 5 паролей, которые он держит в голове? Эти пароли не то, что Masha1881, да, Masha19031881, Masha1903. Это один и тот же пароль, ребят. Это не 5 паролей. То есть вот Рэмми для этого сделал стартап, пользуйтесь. Как бы вообще можно на блокчейне, можно хайдис, да, хидис, но окей, хайдис. Вроде правильное название. Собственно, на примере email моего друга Вовы, да, вот я вставляю его email, и его пароль в стиле 15 раз. То есть он в этом никак не виноват, он в этом не участвовал вообще, но он зарегистрировался в ВКонтакте, я считаю, это уже была ошибка, и ВКонтакте слили базу данных, он зарегистрировался в дропбоксе, я тоже считаю, что была ошибка, да, но и там слили базу данных паролей, и там еще сливали, 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 и вот на Яхум был зарегистрирован, и, собственно, все варианты его паролей, я думаю, давно уже есть у хакеров. Соответственно, зачем мне взламывать ваш пароль, если я могу взять ваш старый пароль и зайти? Вы его, наверное, не меняли. Ну или там чередуйте их, думайте, ага, этот пароль уже был, возьму новый. Да, они им подсказывают хотя бы изменять, опять-таки менеджер менеджеру рознь, можно ластпас, можно кипас, кипас лучше, наверное. Да, главное, чтобы файлик были у вас на компе, ну я так советую, хотя сам ставлю ластпас, потому что это удобнее, вот, но я-то могу себе это позволить, меня там как бы взломают, там ничего нет, я и так все удаляю. Вот, соответственно, где купить чужие пароли? Записываем, быстро фоткаем, фоткаем, фоткаем. На самом деле все сайты закрыты, поэтому не парьтесь вообще, вот, это не работает. Иначе бы я сел. Вот, но есть аналоги. Раньше вот этот ресурс стоил 2 бакса в сутки, за 2 бакса в сутки можно было зайти, купить чужие пароли, вставляешь имейлик, он показывает все пароли, которые были связаны с этим имейлом. То есть вы зарегистрировались где-нибудь на порно-сайте, у вас там какой-то пароль, бах, слился, да? Вы зарегистрировались где-нибудь на торрент-трекере, никто этого не делает в Украине, конечно же. Вот, и там бах, ваш пароль слил кто-то. Ну и, собственно, подобрав эти пароли, можно было купить их вот на подобных ресурсах. Они закрыты уже ФБРом давно, поэтому не старайтесь. Тоже большинство людей, вот в нашей стране, это вот топчик, они перекладывают риски на клиентов. Вот вы знали, что если вы рукой не прикрываете в банкомате клавиатуру при вводе пин-кода, вы уже нарушаете условия договора с банком. Если потом кто-то грабанет вашу кредитку, вы придете и скажете, у меня украли деньги, я никому не передавал свою карточку, не говорил пин-код, она все время была у меня в кармане. Я вообще ношу карман в сейфе, и как бы у меня еще есть замок на трусах, тут вообще никто не заглядывает. Но это не важно, потому что вы не прикрывали рукой клавиатуру при вводе пин-кода, и они это могут зафиксировать и подтвердить. Соответственно, они вам скажут, нет, это вы виноваты, потому что вы не обеспечили безопасность ваших персональных данных. Это как бы реальность Украины. Мы обычно советуем людям предупреждать своего клиента о проблемах. Если человек вводит пароль 123, ну неужели тяжело ему об этом сказать, типа дурила, ну не стоит, ну вот прям нет, это очевидно. Или, например, человек заполняет у вас огромную регистрационную форму на сайте, и там указывает свою дату рождения, и вы четко можете проверить, что он в пароле использует дату рождения. Может, стоит ли ему об этом предупредить, что так делать это как бы не по фэншую? А зачем? Да, вот в Украине, а зачем? Вот, поэтому нам много платят. За то, что мы все-таки это делаем, и мы говорим клиентам то, что мы не перекладываем ответственность на вашего потребителя. Мы на вашей стороне уведомляем клиента о потенциальных проблемах. Вот как бы в чем идея. Собственно, возвращаемся к первому вопросу. Вы учли все риски. Рисков как бы из того, что я перечислил, их как бы очень много. Чтобы учитывать все риски, нужно адаптировать вас под каждый конкретный случай. Поэтому я в конце своего доклада могу там разобрать любой пример какой-то из зала, рассказать какой-то пример конкретного мошенничества или антимошенничества в этой ситуации. Все считают, что Телеграм безопасный? Секретный чат. А почему секретный чат безопасный? Ваще взломатый. Вот это мне нравится. Ваще. То есть, ну то есть можно. Можливая ее можливость. Да, Павел Дуров за это платит 200 тысяч долларов, если кто-то подоставит ему хотя бы пруфу в концепт взлома. Я считаю его безопасным, но не анонимным. Вот почему, собственно. Один из простых способов, который я демонстрирую везде, люди так удивляются. Если вы позвоните кому-то в Телеграм и 10 раз нажмете на имя контакта, он вам покажет вверху ваш айпичник, внизу айпичник вашего собеседника. Это не является багом, не является уязвимость. Это фича такая, да? И вот у каждого приложения, да. Ну, вы, капитан, очевидность. Но, в принципе, если не использовать Телеграм, то ваш айпи тоже как бы не вычислят. Если использовать Телеграм, но запретить входящие звонки, то вам можно бросить ссылку еще. Вы наверняка не открываете ссылки, да? Посторонние. Открываете. Вот. Ну, соответственно, способов. Я показываю один, да, их миллион. Вот этот способ не будет работать, потому что он основан на том, что вам нужно позвонить. Другой способ будет работать. Окей. Собственно, это работает, можно попробовать. Дальше. Многие не замечают таких вещей, как вот UTF-8 символы в Unicode. Они могут быть с такими пометочками сверху, да? Вот русская О и немецкая, там они Э, или как-то говорят, да? Она чуть-чуть отличается. Она вверху имеет такую галочку. Вот вы мне скажите, вы когда открываете какой-то сайт, вы прям проверяете до каждой буквы, что это Facebook.com каждый раз или нет все-таки? Я тоже так не делаю. Но существуют специальные плагины, которые позволяют это вычислить. И в рамках нашей услуги антифишинг мы проверяем все схожести и вхождение имен, которые зарегистрированы на данный момент. То есть на примере там Hacking.io нашего же бренда у нас, наверное, в Твиттере зарегистрировали уже штук 50 точно. Hackven, Hackcon там регистрировали, переставляли буквы, там в Unicode пытались, там что-то еще домины регистрировали, какие-то левые. Мы это все успешно баним. Но мы делаем это все автоматически. То есть то, что я рассказал, можно делать руками, вы можете это делать самостоятельно, но мы делаем это автоматически. Тоже кто является криптовалютным вкладчиком? Вот такой вопрос. Поднимите руку. Ого. А что остальные сюда пришли-то как бы? То есть, ну, наверное, все. Наверное, все, но не палятся. Окей, не вкладчики, владельцы. Кто владеет хоть какой-то криптой, не там, которая валюта, а вот для ICO-шек, коины? Security или там utility коины? У кого есть? Огонь. Вот. Очень часто бывает такое, что ты вступаешь в чужой телеграм-канал, кто-то таким сталкивался, и тебе сразу начинает писать чувак от имени админа. Привет, купи крипту вот у меня. Вот я прям точно продаю, вот точно админ. Мама, я клянусь, зуб даю. Сталкивались? Или просто в телеграме вот они начинают. Если вы состоите в каких-то крупных группах, где есть там биткоин-владельцы, вам рано или поздно начнут писать левые люди с целью, типа, слушай, не хочешь проинвестировать сюда? Или там Binance выкатил обновление, и от имени Binance якобы вам бросают ссылочку, вы переходите, там как бы все. Вот. Админы банят сразу. Как они часто в сети находятся? Постоянно. 2-4 на 7. И прям никогда не пропускают. И вы в это верите? Я вот рад за людей, которые настолько уверены в своих админов. Мы используем автоматические штуки. Мы заходим в канал клиента, выгружаем все аватарки, всех пользователей, которые существуют на данный момент, идентифицируем админов и сравниваем новых пользователей аватарки со старыми. Новый вступил, мы проверяем сразу, если есть схожесть до определенной степени в нике, если есть совпадение по картинке, или если есть совпадение в описании, в примечании, потому что многие пишут имя там одно, а примечание такое же, как у админа. Вот. Мы используем эти параметры для того, чтобы идентифицировать человека, который потенциально может быть обманщиком. На самом деле проверка… Да. Бот проходит регулярно, бот добавляется в группу и делает это по кулдауну, я не знаю, там раз в час зашел, проверил всех-всех-всех-всех-всех, а потом опять проверил всех-всех-всех-всех-всех. У бота админские права, бот работает на стороне ICO. Вот. Так же, да. Заканчиваю же. Что-что? Не, у нас тогда еще не было такого, но он был ручной, я бы сказал. Скриптик. Тогда это был скриптик, но похожий функционал был. Мы это делали, но не так автоматически, как сейчас уже. То есть мы как бы развиваемся. На примере подхода к безопасности других стран могу сказать, что у них тратят огромные деньги, и в основном эти деньги идут на обучение. Потому что, как я сказал в самом начале, и люблю это повторять, самое слабое звено безопасности – это человек, это вы, собственно. Ничего не нужно взламывать. Взламывать код, криптографию намного сложнее, чем взламывать вас. Достаточно понять, как вы мышлите, и обмануть вас, собственно. Вот. Поэтому основное вложение, вот на примере финансового сектора в Великобритании – это вот в обучение. Они тратят сумасшедшие деньги на всякие там аналитические системы и так далее. У нас этого нет, и я не знаю, когда это появится, к сожалению. Вот. Могу еще добавить про интересный кейс. Я обещал. У нас нет нормальных преподавателей, которые преподают в говермент-секторе, прокачивают как-то, хоть как-то развивают вот эту индустрию. Ну, на мой взгляд. Давайте пофамильно, если вы знаете. Удивите меня. Продолжение следует...